Я думаю, что мы теперь с вами будем нашу работу строить именно так, с учетом того, что вся наша деятельность, все наши задачи вытекают из задач, которые ставит перед нами Андрей Юрьевич Воробьев. В Подмосковье вводится новая форма тотального системного контроля ремонта дорог. Работа программы уже протестирована. Когда выезд техники, вся ее работа фиксируется онлайн. Министр дорожного хозяйства области отметил, что с введением системы сократилось количество приписок в отчетах дорожных служб. С марта внедрение системы начнется во всех муниципалитетах, а с 15 марта во всем регионе начнется обследование всех дворов и дорог региона. Каждую яму возьмут на контроль и учет. Ивантиевка вошла в список аутсайдеров, к большому сожалению, по рейтингу административно-технического надзора. Вы увидели, что мы там находимся где-то четвертые, по-моему, что у нас, по-моему, там 52 выявленных, зафиксированных нарушения. Соответственно, ту работу, которую мы начали с нашими управляющими компаниями, во-первых, ту работу, которую мы начали с собственниками объектов, расположенных на территории города, это второе. Работу, которую мы начали с нашим муниципальным подрядчиком, и, в принципе, где меньше всего проблем, это третье. И четвертый момент, ту работу, которую мы начали по уборке региональных дорог. Вот эти четыре блока, нам предстоит с ними системно работать. Те встречи, которые вы также видели, мы будем проводить регулярно, чтобы все понимали свою зону ответственности и меру ответственности. В случае невыполнения. В Ивантеевке 57 километров дорог. Две трети из них муниципальные. В рамках муниципальной целевой программы развития и функционирования дорожного хозяйства на 2017 год запланирован ремонт трех улиц, которые находятся в муниципальной собственности. Это Малашка, Смуряково и Трудовая. 5 миллионов 600 тысяч рублей выделено на ремонт участков по улице Малашка 200 метров, Трудовая 150 метров и 550 метров улица Смуряково. Первые две попали в план ремонта по обращениям жителей, а Смуряково – потому что не соответствует нормативам. Глава города, отмечая вопросы заседания правительства, поручает отделу безопасности провести проверку и анализ действенности камер видеонаблюдения по программе «Безопасный регион». Начальнику управления администрации Андрею Дорошенко и заместителю главы администрации Алексею Савченко Елена Владимировна поручает провести подготовку к формированию нового состава общественной палаты. Завершается срок полномочий общественников и губернатор сориентировал руководителей муниципалитетов, чтобы в общественную палату вошли люди инициативные, неравнодушные. А заместителям Андрею Морозову и Максиму Красноцветову поручают взять на контроль работу по кадастрированию домов и выявлению незарегистрированных объектов недвижимости. Сегодня анализируют работу по обращениям на портал «Добродел» и в администрацию. За прошедшую неделю всего поступило 130 обращений. Самая популярная тема – это плохая уборка снега во дворах, нарушение правил очистки дорог и тротуаров от снега и наледи, неисправное освещение на дороге и прочее, связанное со двором. Успешно решено 129 обращений. Также на прошлой неделе поступили повторные обращения граждан, ведущие к снижению показателя рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления. Всего таких обращений поступило 11. Работать так, чтобы не было отписок, ставит задачу Елена Ковалева. И чтобы не было повторных обращений, чтобы заявителю все было понятно и ясно сразу. В первом и единственном ответе. Насколько профессионально решена проблема или сформулирован ответ, теперь заявители сами отмечают на сайте. Председатель Совета депутатов Сергей Гриднев напомнил сотрудникам администрации о необходимости ответов в срок и по депутатским запросам. Я напоминаю всем и прошу на это реагировать, что депутатские запросы, которые направляются в администрацию города, должны быть отвечены в течение 15 дней. То есть на ответ, это статья 35 пункт 2, ответ на депутатский запрос дается в течение 15 дней. В качестве примера мы отправляем 2 депутатских запроса, на сегодняшний день их отправлено всего 3. Отправляем 2 депутатских запроса, первый по теплосети, второй по земельному участку на улице Толмачева, один 10 января, другой 12 января. Естественно, до сегодняшнего дня проходит почти месяц, ответов не получаем. В связи с чем вчера, позавчера, жилищная комиссия Совета депутатов принимает решение 20 числа провести депутатские слушания по перспективам развития теплосети с приглашением руководства администрации города, руководства теплосети и желающей общественности активных граждан. У нас же правда принцип единачалия. Вы же все запросы направляете мне, а я службам уже распишу. Также сегодня выясняют, почему в этом году нет катка в сквере на Рощинской и определяют задачи еженедельных инспекционных обходов территории.